Российский комитет рабочих Российский комитет рабочих Он организован фондом рабочей академии И это семинар На котором всегда обсуждались Самые такие актуальные вопросы Организации рабочего движения Дократы Федерация профсоюзов России позже появилась Она появилась в 2000-х годах В 2002-м по-моему Федерация профсоюзов России появилась Там выступали бекеры Авиадиспетчеры Фордовцы, железнодорожники Профсоюз защита Все, кто на тот момент ввел активные действия Ну и сейчас там блистает товарищ Бобинов Из профсоюза действия То есть все, кто реально на Руси боролись Они через этот российский комитет рабочих Прошли и там эти вопросы обсуждают Фактически это штаб рабочего движения Значит там рабочие делегаты Имеют право решающего голоса Делегаты нерабочие Профсоюзники Ну это из нерабочих Там особо мы туда нерабочих не нагоняем Там нерабочие там пространцы профсоюзов Вот такие, как товарищ Бобинов, скажем И консультанты российского комитета рабочих Вот, они там с правом совещательного голоса Это вот решают, а все рабочие То есть вот это вот существенно Значит для делегирования туда Что нужно? Значит нужен либо протокол Ваша цеха, отдела Кто там нест, что такой-то товарищ делегируется На РКП профгруппы Протокол Либо просто, особенно для рабочих Вот пять или больше коллег подписали Что вот мы такие-то делегируем Это не протокол Это протокол, это протокол собрания А когда ты ходишь и подписи собираешь Это не протокол Это листик с подписями Что вот мы такие-то, такие-то Делегируем нашего товарища На Российский комитет рабочих И если это рабочие То поедет с правом решающего голоса Если его рабочие делегировали Конференцию, на конференцию тоже рекомендую приехать Хотя, конечно, с докрадом Но конференция будет публиковаться, выступление И доклады там наверняка будут хорошие Вот так вот Ну все Молодцы, товарищи Ну, про РКП вот несколько слов еще скажу Что я, в общем-то, туда езжу уже не первый год На комитет рабочих Где приезжают туда представители от коллективов Что очень важно, что То есть это разных мест, городов Вот с Санкт-Петербурга, с Эдинграда, с Москвы С Нижнего Новгорода Из других регионов тоже приезжают рабочие И совместно, коллективно вырабатывают решения, постановления Которые отражают интересы И да, и еще И там, что вот это соединяется Рабочее движение как раз с научным социализмом Хотя это мероприятие не партийное Но так жизнь сама к этому подводит Что соединяются научные позиции Наши рабочего класса Которые наши интеллигенты Освещают Разрабатывают И вносят, так сказать, в наше Рабочее сознание Вот За что им большое спасибо Вот Потому что без науки нам вставим Никак это все сделать Так что мероприятие это очень важное Нужное для всех рабочих Ну и кто понимает, что Если рабочие будут развиваться То будет развиваться и И все общество Вот Так что Обязательно надо принимать участие Кто за прогресс Кто за развитие страны Развитие производства Вот Нужно, чтобы рабочий класс развивался И на это направлена В общем-то Вот эта деятельность этого комитета Комитета Российский комитет рабочих Постоянно действующий семинар Вот Который Находит в Нижнем Новгороде Так что Просим Всех приезжать Кто заинтересован в развитии Вот Своем развитии И Рабочего класса Значит Коллектив может Своего делегата Да Пишется заявление Да В произвольной форме Что Там Такие-то, такие-то Пять человек Допустим Написали, что Такой-то, такой-то Такой-то фамилия Имя Там Должность Рабочие Там Какие-то Направляют Значит Своего делегата Такого-то Ну Отприятия Такого-то Предприятия Фамилия Подписи Все Должность Направляют Такого-то Такого-то Делегат На российский Комитет Рабочих Так что И тогда И тогда У рабочих Будет право Решающего голоса Да Решающего голоса То есть вот Сами Мы рабочие Сами Примем Такие решения Которые Нам подходят Вот И Это будет Как говорится Это Направление Для Дальнейших Действий Российский Комитет Рабочих Стоится 19-20 Октября Товарищи Так как я Очень серьезно Занимаюсь Профсоюзом Организацией Беревично Профсоюзных Организаций Скажу Следующее Любое Вообще Мероприятие Которое Проходит Плодогиды Организации Профсоюзов Оно Очень важное То есть Для того Чтобы Нарастить Какое-то Мясо В голове Чтобы Понимать Что Где И Почему Надо Ходить На те Мероприятия Профсоюзов В принципе На все Но Вот Непосредственно Российский Комитет Рабочих Это Одна из Тех Площадок Где Там Действительно Учишься И Рассказывает То Что Должно Быть И Как Должно Быть Потому Что Я посещал Просто Кучу Разных Площадок Под Все И Только Вот Именно Рабочая Партия Россия Которые Фонд Рабочей Академии Который Организовывает Эту Именно Площадку Там Самое 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 Поэтому Если У вас В ближайшее Время Или Вообще В принципе Перед вами Перед собой Поставлена Задача Организации Профсоюза На месте У себя На работе Либо Помощь Кому То Информация И тому Подобное Вот Это Мероприятие Надо Посещать Ну и Вообще Любое Мероприятие Профсоюзное Как показала Практика Последняя Ну и Моя Практика Организация Очень Многих Первичных Профсоюзных Ячеек Знания Нулевые У большинства А те Кто Даже В партии Есть Уже Не первый Месяц Не первый Год Тоже Знание Именно По Организации Первичных Профсоюзных Ячеек Очень Относительно Ну то Есть Некоторые Не владеют Вообще Именно Информация С чего Начать И чем Закончить Поэтому Товарищи Даже Интеллигенты Которые Есть И в Принципе Надо Поехать И Поучаствовать В этом Мероприятии Очень Нужное Для себя Мероприятие Спасибо